Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу! Слава нашему Творцу, который создал все. Я уже говорила, что история святая наука. Поговорим об одном противоречиво правителе в византийском императоре Фок. Он жил в шестом веке, начало с него. Это был обыкновенный центурион, сотник. И он восстал против Маврикии, императора, который в то время с армией византийской стоял лагерь за Дунаем. И вспыхнуло восстание против императора Маврикии, возбудившееся недовольством его бережливостью. То есть Маврикий был каким-то бережливым, он попытался вести какие-то строгие военные преобразования. И вот солдаты взбунтовали. И подняли на щите, то есть провозгласили императором центуриона, то есть сотника Фоку. Человека пишется отвратительной наружности и жестокого нрава. И двинулись на Константинополь. О чем я хочу сказать? Сразу вот Википедия говорит о том, что вся информация об этом Фоке была написана со слов таких вот историков, которые да, которые были не нейтральные. Понимаете? То есть когда с Фокой расправились, значит то Ираклий, это тот, который был полководцем у Маврикии, стал императором. И Ираклий его казнил. И получается, что все, кто писал хроник Феофан, Зонара и Кедрин, они все негативно очень назывались Фоке, но они сжили новому императору Ираклию. То есть Википедия предупреждает о том, что можно можно установить вот. Дело в том, что я не хочу тоже быть субъективным, но поговорим о том Папе Римском, который в то время был. И он поддержал Фоку. Папа Римский, известный очень именуемым двоисловым, то есть, или собеседником, родился в Риме. В молодом возрасте был назначен префектом Рима. Его ожидала блестящая гостья. Святой Григорий устроил монашескую обитель, в которой и принял монашеский постриг. По поручению Папа Пелагея, Святой Григорий отправился в Константинополь, где провел шесть лет, изучая греческий язык и читая произведения святых отцов. После смерти Пелагея Святой Григорий был единодушно избран его пременником и священником. Он заботился о присвящении веры Христовой языческих народов. Он считал себя виновным его смертью. Святой Григорий родился над писем богослужений и церковного пения. Им было написано несколько богословских сочинений и множество писем. То есть, самая положительная характеристика Святого Григория, который на самом деле был действительно порядочным человеком. И вот он поддержал вот такого фокуса, который вышел как бы из простых людей, из простонарода. Вот. Но на то время, на то время, получается, существовало такое понятие концепция главенства, концепция пентархии. Что это значит? Что ранее признавались епископы пяти церквей. Римской, Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской. Именно после этого признания фоки римские папы стали носить титул Вселенский. Понимаете? То есть, после того, как Григорий... Но это было немножко позже, после Григория Великого. То есть, благодаря фоке именно папа римский начал носить титул Вселенский. Ну, нельзя молчать, что до этого подобным занялся кто? Маврикий. И он поддержал константинопольского патриарха Иоанна Постника, который тоже до этого, до римского папы, тоже благодаря Маврикии, которого убил фока, тоже назывался Вселенским. А папа на то время всячески протестовал этому Григорию. Григорий этому протестовал. Он не хотел, чтобы из пяти кто-то был Вселенским. То есть, это положительная черта. Григорий умирает. После него становится очень недолго папой Сабиньян в 607 году. Еще никто не назывался Вселенским. И тут после Сабиньяна становится друг фоки Бонифаций III. Вот. И во время понятификата Бонифаций III фока признала римскую церковь главой всех церквей. Вот. Хотя до этого главенства константинопольской патархии. Но я вам говорила, что при Маврикии уже Иоанна Постника, константинопольской патриархии называли уже Вселенским. Вот такая история. Ну, о фоке говорить тут, конечно, очень много мерзостей всяких. Называли его таким человеком грубым, жестоким, я так понимаю, развратным. Вот. И сравнивали с варваром. Вот. Но самое интересное, что когда он сверг Феодосия, Феодосия и смог, извините, Маврикий смог убежать. Но вот смог убежать на азиатский берег. И он направил из Халкидона своего старшего сына за помощью персов. Ну, в общем, началась война. Персы поддержали. И, конечно же, Римская империя начала уменьшаться. Получается, что... Начали забирать земли обратно. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что... Да, он должен был в фоке заключить унизительный мир с аварами и так далее. Вот. Но вместе с тем папа хотел распространять христианство. Он заключил договор с папой Григорием Великим. Вот. И что самое интересное, повторяю, что папа Григорий Великий перед смертью приветствовал оцарение в фоке как победителя его врага Маврикия. Потому что тот возвеличил патриарха какого? Константинопольского. Вот. Он выражал рано, что милостивый и благочестивый государь достиг престола. Да возрадуется небеса, да возрекует земля. Так говорил Григорий Великий о фоке, которому... Ну, все историки о нем говорят негативно. Вот в каких словах обращался строгий аскет, наместник Петра к убийце непопулярного в народе Маврикии. Это объясняется тем, что предшественник фоке Маврикии поддержал константинопольского патриарха Иоанна Постникова. Вот что такое власть и как она портит отношения. Вот о чем нужно задуматься. Поэтому я говорю, написано в Библии, что кто злословит власть, кто хула на Бога. Понимаете? То есть как бы получается, что да, мы должны молиться о властье. Вот украинцы должны молиться за ту власть, которую избрали. Если вы не молитесь, то, конечно, у него проблемы, у него и мудрости не хватает, как управлять страной. Хотя это все противоречиво. Я против того, чтобы люди образованные, еще не умеющие искать или те, которые ищут свои личные славы, а не те, которые ищут грамотные во власти, тоже непорядочно. О чем же мы должны молиться? Какой мы можем сделать вывод? Я делаю только один вывод. Всем нужно учиться. Всем нужно знать многое и во многих вещах разбираться. Потому что вот вы будете на месте и вас выберут на какую-то должность, а вы не будете справляться. Значит, нужно многое знать. Вот такой вывод я делаю из истории. Вот. И ну меня, конечно, не буду этого фоку оправдывать. Просто посмотрите, как получается власть церкви подчиняется И как она манипулирует. На самом деле, понимаете, вот эти вот епископы, папы, они все не несут того иго, который несет обыкновенный человек, который молится, ищет Бога, ночами не досыпает. Понимаете? Эти люди отдыхают. У них есть деньги. Они могут и учиться, и обучаться. В принципе, у них есть на это время. Если они, конечно, не занимаются развратами и другими грехами. Вот. Учим историю и делаем выводы. В то время, конечно, были верующие, которые искали Бога, изучали Библию и поклонялись. История еще претерпевает такие времена непонимания. Я, допустим, читаю и слушаю историка, который многое говорит, но вот она, элементарные вещи, вот она называет сектой, там, катаров, с которыми воевало папство. Но это не секта. Это истинные, истинные поклонники Бога, против которых, в конце концов, начали вести крестовые походы. Сначала они освобождали гроб Господень, а потом начали воевать, так сказать, с неверными. А на самом деле это были истинные верующие, которые осуждали зло, которые осуждали элементарное убийство. Какое вы право взять в устах имя Иисуса и идти воевать? Какое вы на это имеете моральное право? Я не знаю, что они там делали. При Балтику они еще шли тоже воевать. Как бы Христовый поход, что они там делали? Там тоже какая-то была своя вера, да? Вот, кажется. Ну вот я читала бы, там тоже расправлялись с неверными, так сказать. Вот такая истина. А Фока хотел вести христианство. Он хотел, как бы, ну, навязать христианство. И с ним очень быстро расправились. Вот так все сложно в этой истории. Понимаете? Мы знаем, что Владимир как раз у нас, он насильно заставлял людей принимать Христа, да? То есть, ну, эта история подсказывает, что как бы Фок, он был очень жестокий, но с народом своими потому что он вышел из них и смог распространить христианство, как, может, хотелось бы. Ну, вот история противоречивая, но человеческий род, он непослушный. Понимаете? Как можно заставить людей молиться, если они в этом видят заболевание, да? Вот, ну, правильно. Говорят, если психиатр ставит диагноз, что слышит Бога. Ну, если слышит Бога, то зачем говорить с Богом, да? Ну, тоже же диагноз. Сама с собой разговаривает. Знаете, вот еще мы топчемся на месте, потому что осуждаем то, что Богу неприятно. Извините. Будьте богословенны. Будьте богословенны. Хорошо. Спасибо. Будьте богословенны.